Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпания Город 7 минут. Сегодня у нас в гостях политолог Александр Семенов, наш известный в Городе человек и наш постоянный эксперт. Александр, мы с вами, так сказать, первые Деда Мороза политического эфира нашей программы, потому что нам с вами выпала, так сказать, мне честь выслушивать вам обязанность подводить политические итоги года. Давайте попробуем в короткие рамки нашего эфира все-таки втолкнуть главные темы, которые были, которые есть, которые будут, как раньше говорили, на чем сердце успокоится, чем может продлиться 14-й год. Итак, не будем тогда вдаваться в Евромайдан, становимся на наших российских действительностях. Что по этому году? Впервые прошел единый день голосования, второе воскресенье, сентября. При этом избирательная кампания в целом по стране была достаточно серьезная, большая. У нас это была Рязанская городская дума, выборы в районах местных органов власти. Ну, а на федеральном уровне это, наверное, самые такие вот, на слуху выборы, это выборы мэра Москвы, которые уже многие очень эксперты неоднократно назвали самыми открытыми, самыми честными, самыми чистыми. И при этом те результаты, которые получил кандидат от партии власти, Собянин, и кандидат от оппозиции, достаточно одиозный кандидат Алексей Навальный, они в целом говорят о том, что в крупных городах наступает такой период, так скажем, достаточно жесткой поляризации электората и избирателей. Но это в первую очередь касается городов-миллионников, потому что если посмотреть по выборам в Рязанскую городскую думу, такой поляризации не было. То есть вот у нас протестный электорат, он как-то не, ну и как-то сами региональные отделения не смогли его отмобилизовать вокруг какой-то одной партии, какого-то одного списка кандидатов или каких-то значимых персонажей на местном уровне. И они так были раздроблены, да, между 20 списками. И поэтому вот такой поляризации не произошло. Что будет дальше, как бы вот на уровне Рязани, Рязанской области, ну здесь нужно смотреть, но я не думаю, что у нас пойдет эта поляризация. Пока она наблюдается вот только именно в городах-миллионниках, в том числе подтверждение, опять-таки, выборы мэра Екатеринбурга, которые состоялись также 8 сентября, на которых победил кандидат от оппозиции Евгений Ройзман. Ну вот Ройзман это как бы особая фигура для Екатеринбурга, и поэтому там, в принципе, очень многие эксперты предвлекали ему победу. Она во многом была тоже, опять-таки, такая достаточно предсказуемая. То есть, в первую очередь, вот эта вот поляризация электората, она, естественно, связана с неким ухудшением экономической ситуации, о которой в том числе вот и президент Путин говорил в своем послании федеральному собранию, да, и подчеркивал, что вот в следующие года, следующий год в частности, да, придется действительно, как бы, ремни затягивать потуже. Потому что, если раньше очень многие сводили, как бы, ухудшение экономического положения связывали, в первую очередь, с глобальным кризисом, да, с экономическим, то теперь уже и президент Путин заявил в своем послании о том, что в первую очередь это связано с замедлением темпов экономического роста внутреннего. То есть, здесь влияние, там, европейских рынков, американских рынков не столь значимо, сколь значим тот факт, что нужно изыскивать какие-то внутренние ресурсы для нового толчка. Здесь и прогнозы правительства, и Минфина относительно снижения темпов экономического роста. Вот эти факторы, в первую очередь, они действительно могут приводить к такой поляризации электората. Но только в том случае, если будут находиться какие-то фигуры или какие-то партийные списки, которые для, в первую очередь, протестного электората будут действительно значимы. Ну, как Алексей Навальный в Москве или Евгений Ройзман в Екатеринбурге. Как у Высоцкого, я вспоминаю, нам вождя недоставало. Да, настоящих бойных мало, вот и нету вошадков. Да, ну, для протестного электората это очень важный такой фактор, да, вот это действительно тут даже не фактор какой-то партии, а именно фактор личности. У нас вообще электорат российский, он такой личностно ориентированный, он всегда голосует за людей, да, за какие-то персоны. Ну, в том числе, вот подтверждение, как бы, удачный список Единой России на Рязанскую городскую думу Олег Ковалев, Наталья Епихин и Игорь Трубицин. Да, то есть, люди такие серьезные, значимые и личностно очень позитивно оценимые горожанами. Да, в то же самое время, вот, у оппозиции пока на местном, региональном уровне не очень получается, да, выставлять вот таких вот действительно серьезных людей. Поэтому пока у нас происходит вот это распыление протестного электората между различными партийными списками. Вот, в целом, эта тенденция, я думаю, она и в следующем году будет наблюдаться. Насколько сильно, вот здесь опять-таки зависит от экономического положения, насколько в целом уровень жизни населения, да, он упадет или остановится, да, или он там подрастет. Вот, ну, кого как, но в основной массе все-таки нужно вот эти факторы оценивать. Ну, и завершая наш разговор и возвращаясь к посланию Путина к федеральному собранию, не кажется ли вам, что слишком уж часто выступление Владимира Владимировича прерывалось бурными продолжительными аплодисментами? То есть, как-то куется вот такая вот волна, да, правильно, что бы он ни говорил, молодцы. Здесь хотелось бы напомнить вот то, что мы не упомянули, да. В принципе, основной акцент в послании был сделан на том, что вот уже полтора года известные майские указы президента, они фактически не выполняются, они монтируются. И, собственно говоря, Путин-то напрямую обращался как раз к тем, кто ответственен за их выполнение, да, ответственен как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Они правильно. Да, поэтому, я думаю, как раз и были такие вот бурные аплодисменты. То есть, на что еще ответить, если действительно полтора года, майские указы, ну, они вот ни шатка, ни валка. Да, да, да. И это странная ситуация, мы уже несколько раз до этого о ней говорили, да, вот эти вот режимы ручного управления, пока президент не скажет, не цыкнет, там, кулаком по столу. А, заказа, даже не приедет и там вот так вот. Кулаком по столу не ударит, да, там, не объявит выговоры, не уволит кого-нибудь. Ну, почему-то вот не делается, никак не делается, да. То есть, это здесь, ну, это проблема, как бы, эффективности, проблема кадрового обеспечения государственного, муниципального управления. Она у нас достаточно серьезная, потому что, действительно, высокопрофессиональных кадров, которые готовы выполнить вот те же указы президента майские, Путина, да, их не так много, их мало. Напоминается, это какую-то круговую поруку, которая вот так вот держится, так вот, и, дескать, а вы там что делать? Вот, нет, ничего не делать, давай, мы ничего не будем делать, потому что, вот, как-то вот так получается. Да, да, очень часто так и происходит. Нет, проблема-то как раз в том, что, действительно, страна большая, уровней власти много. Как правило, вот, если проводить экспертную оценку, большая часть, там, вот этих пунктов указов президента, они не выполняются, в принципе, на уровне, вот, конкретных руководителей, да, причем этот уровень конкретных руководителей, это уровень муниципалитетов, там, уровень государственных организаций, учреждений, и так далее, и тому подобное. Да, почему не работает, да, это вертикаль, это, как бы, отдельный вопрос. То есть, это для, как бы, отдельного разговора, но вот уже который раз президент, да, подчеркивает, что его поручения, его указы не выполняются, да, который раз он ставит на вид, опять начинается разговор о том, что, ну, наверное, последует отставка Медведева, не последует, я думаю, тут проблема-то не в том, последует, она не последует, проблема-то в другом, когда указы будут выполнены, да, вот это самое важное, а, мне кажется, там, момент персонали, он не столь важен, в принципе, правительство должно работать, как часы. Ну, ладно, как говорится, поживем и видим, у нас наступает год лошади, насколько мне известно, Путин велел, значит, работать надо, как говорится, так что год лошади и повеление президента, они как-то вот здесь связываются, придется, наверное, попахать и в 2014 году, но что делать, не привыкать, как говорится, России изо всех сил работать. Вам большое спасибо, вас с наступающим Новым годом, Рождество с всеми праздниками, и мы с вами обязательно в начале 2014 года встретимся, возможно, да, когда первые какие-то там тенденции будут заметны, и посмотрим, что же год грядущий, а в то время уже идущий нам приготовят. Большое спасибо, вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут», до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!